Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем водителя, который задним ходом протаранил припаркованную машину. Дальнобойщик теперь рискует лишиться водительских прав. Расскажем, как на проспекте Ибрагимова столкнулись УАЗ и Тойота. Она всякая, как жалеет, от любого импульса разворачивает. А также на Гудаванцева мужчина получил три ножевых ранения. Кража денег с банковского счета. Нашел на улице карту, купил продукцию специальной, ел алкогольные напитки. Что будет, если расплатиться найденной картой? Раскаиваюсь с одененным. И браконьерский улов. Ну, тут тоже рыбашка есть. Лишиться свободы за заброшенную сеть. Это и не только прямо сейчас. В Татарстане выясняют причины смертельного ДТП, которое сегодня произошло на трассе Ознакаева-Бугульма. Здесь вахтовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, микроавтобус ФИАД превысил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в КАМАЗ. В результате ДТП 59-летний пассажир автобуса погиб на месте. Водитель получил травмы. Его госпитализировали. По данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушение правил дорожного движения. Нетрезвый водитель Лады 99-й модели врезался в припаркованную Ладу Калина. Авария произошла ночью на улице Беломорская в Казани. Мужчина полностью признал вину и не отказался пройти тест на употребление спиртного. Он рассказал Ивану Сарафанову, что и где пил и почему после этого сел за руль. Он не отрицал, выпил на даче в Щербаково. После поехал домой на Беломорскую. Путь больше 13 километров. В себе был уверен дальнобойщик со стажем вождения больше 20 лет. Не доехал считанные метры. Осталось только развернуться. Напротив дома задним ходом врезался в припаркованную Ладу Калина. Ну, хотел отъехать. В машину перези стоял. В припаркованной Ладе никого не было. Водители с пассажиркой зашли в магазин. При выходе увидели, как в их машину задним ходом едет Лада. Я думал, можно совершать какой-то правонарушительный маневр просто. Ну, то есть ездит назад, он хочет доехать во двор, пропустил поворот. А получилось, и так что он уехал. Сразу после столкновения мужчина предложил возместить ущерб прямо на месте и разойтись с миром. Тем более, что он уже доехал до дома. Деньги обещал перечислить на карту сразу же. Но пассажирка Калина с таким положением вещей не согласилась и вызвала автоинспекторов. Стражи порядка быстро выяснили, что мужчина действительно сильно пьян. Алкотестер выявил 1 миллиграмм чистого спирта в литре выдыхаемого воздуха. Обязательной страховки у него нет. Но в этом случае полис и не действует. Сама машина снята с учета. После покупки автомобиль не перерегистрировал. Теперь мужчина, вероятно, вместе с правами лишится и работы. 30 тысяч на штраф, говорит, найдет. А владельцам Калины теперь, скорее всего, предстоит взыскивать с него ущерб в судебном порядке. Иван Сарафанов, Наиль Абдулин, Вызов 112. Тойота РАВ-4 и УАЗ Буханка столкнулись ночью на проспекте Ибрагимова. ДТБ произошло под мостом. Удар был таким, что отечественный микроавтобус развернуло почти на 360 градусов. Водитель иномарки уверен, авария произошла по вине водителя УАЗа. Он проехал на красный свет. Узнать точку зрения предполагаемого виновника не удалось. Он убегал от корреспондентов. Это все, что рассказал водитель УАЗа об обстоятельствах аварии. Откуда появился микроавтобус у него на пути, не понял и водитель Тойоты. Молодой человек, рассказывает, двигался по проспекту Ибрагимова на зеленый свет. И тут путь ему перегородил УАЗ. Тормозил, но было уже бесполезно. Еще одна машина была. Она стояла на зеленой. И он решил, что можно ехать на красный. А меня он не заметил. Съезжал ли УАЗ с проспекта Ямашево или просто разворачивался, молодой человек не знает. О своих действиях водитель отечественного автомобиля ему тоже не рассказал. Тут есть цветофор. Он для тех, кто с моста съезжает. А есть, кто по Ибрагиму едет, тоже уходит на разворот и наоборот на мост. И многие, когда видят, что машин нет, они проезжают. Поэтому, может быть, и так хотят. Удар был достаточно сильным. У иномарки повреждена передняя левая сторона. У микроавтобуса дверь справа. УАЗик после столкновения развернула почти на 360 градусов. Ну как, это буханка. У нее там, не знаю, рессорная подвеска. Она всякая, как желе, от любого импульса разворачивает. Молодой человек надеется, что у его автомобиля повреждены только навесные элементы. А силовой каркас не пострадал. И ремонт иномарки будет не очень затратным. Юлия Гогрива, Найля Абдулин. Вызов 112. 32-летний мужчина получил три ножевых ранения в подъезде одного из домов на улице Гудаванцево. Как удалось установить, между двумя молодыми людьми произошел конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки один из мужчин три раза ударил своего оппонента, предположительно, ножом. Орудие преступления пока не обнаружено. Пострадавшего срочно госпитализировали. Сейчас, по данному факту, в отделе полиции проводится проверка. Стражи порядка устанавливают возможных очевидцев произошедшего и просматривают записи с камер наблюдения. Трех человек. 38-летнего мужчину и двоих детей. Девяти и четырех лет спасли пожарные в Арске. По телефону 101 позвонил их сосед со второго этажа. Он ночью вышел на балкон покурить и увидел, как снизу поднимается дым. При этом о помощи никто не просил, а в подъезде дыма не было. Прибывшие на место пожарные обнаружили на балконе первого этажа тлеющий матрас. При этом дым был не только на балконе, но и внутри квартиры. Пожарные проникли в квартиру и обнаружили там спящих людей. Их вывели на улицу. Других очагов возгорания не обнаружили. Площадь пожара составила половину квадратного метра. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Лишиться свободы на два года может 57-летний житель Нижнекамска, который решил порыбачить на реке Зай. Пошел бы он на рыбалку с удочкой, вопросов к нему бы не было. Но в качестве снасти он выбрал сеять и ловить рыбу таким способом запрещено. У лов, как увидели оперативники отдела экономической безопасности, у мужчины был неплохой. Поймал он щук, карасей, окуней и лещей. Но в данном случае для самого рыбака это плохо. Вместо удочки в реку Зай он закинул сеть. Ловить рыбу таким способом без лицензий на промышленный лов запрещено. Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли сеть, лодку, различные виды рыб. В настоящее время изъятая рыба отправлена на экспертизу для установления нанесенного ущерба, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Операцию «Нерест» полицейские проводят ежегодно с 25 апреля по 5 июня для сохранения популяции водных обитателей. Рейды проводят ежедневно. За нарушение правил рыбной ловли закон предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Вероника Гайнудинова, Вызов 112. Больше трех тысяч рублей недосчиталась жительница Елабуги, когда решила проверить состояние банковского счета. Пластиковую карту она потеряла, но заблокировала не сразу, а только как обнаружила пропажу. За это время картой уже успели воспользоваться. Полицейские быстро выяснили, кто именно. Раскаиваюсь с одененным. Вину 55-летний мужчина признал. О том, что оплата найденной карты является кражей, знают немногие. Этот мужчина после того, как нашел чужую карту, не подумал, что ее надо вернуть, а тут же отправился в магазин. Шел по улице возле вектора магазина. Нашел на улице карту. Зашел в пятерочку потом. Купил продукцию специальные и алкогольные напитки. Больше купить ничего не смог. Женщина обнаружила пропажу и заблокировала счет. После этого написала заявление в полицию. По данному факту в следственном отделе отдела МВД России по Лабужскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного в части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Подозреваемого нашли быстро. Мужчина сразу во всем признался. Теперь он знает, что покупки оплаченной чужой карты являются кражей с банковского счета. Причем сумма списания значения не имеет. Даже если было потрачено 100 рублей, то это уже уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность от штрафа до 500 тысяч, до 6 лет лишения свободы со штрафом в 80 тысяч рублей. Олег Мыльников. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильной 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.